Наконец-то! Уверена, именно так отреагирует каждый нормальный человек на следующую новость. Первые аптечные сети подписали с Республиканским Союзом Женщин соглашение об ограничении торговли спиртосодержащими препаратами. Законодательной базы, позволяющей вести войну с фанфориками, в России пока нет. И, судя по всему, скоро не появится. То ли слишком сильное лобби у производителей этих веществ, то ли аптекари не хотят терять прибыль. Хотя многие клянутся и божатся, что доход от продажи спиртовых настоек мизерный. Тем более непонятно, что заставляет их причинять заведомый вред людям. Пока же на федеральном уровне этот вопрос не решен, регионы вынуждены бороться с напастью доступными средствами. В Чувашии решили подписать соглашение, по которому аптеки обязуются добровольно отказаться от реализации спиртосодержащих настоек фасовкой более 50 мл. Всем известно, что в большинстве случаев именно они используются отнюдь не в медицинских целях. Со стороны общественности выступил Республиканский женсовет. Фармацевтов представляли четыре сети. Фармацея и общество с ограниченной ответственностью. Рута, Сальва и Виктори. Кстати, по словам руководителей, там давно уже отказались от продажи фанфуриков. Но соглашение они все-таки подписали. Приглашение направляли в 14 сетей. Представители 10 прийти не смогли по разным причинам. Но возможность присоединиться к соглашению категорически не отрицают. Так что остается надеяться, что здравый смысл все-таки возобладает. И аптек участниц соглашения будет больше.